всем привет хотели погуляли немного сегодня субботний вечер шара страшная стоит в квартире тоже шарка это кошмар без кондиционера никуда надо срочно кондиционер покупать ой сошли по дороге скупились немного в нетто сошли вот пакет от нетто покажи пакет от нетто в нетто сошли скупились туалетную бумагу вот купили покажи 10 рулонов не даровая там бумага три шестьдесят вода океана хорошая потом купили черный чай тут у нас 40 пакетов евро шестьдесят ну попробуем никогда такой не брали попробуем вроде хороший чай купили такое сливочное масло 400 грамм 250 ферма это хорошее мы всегда его берем но такое мы не брали а это экстра то масло экстра то это типа маргарина я не знаю кстати мамы ли ну красивый попробуем как коровка пасется на ногу их не мглэма два десятка яиц я по евро 99 яйца хорошие крупные попробуем это немецкие яйца тут и флаг в германии сколько яйца стала евро 99 так мешок картошки кстати картошка в нетто дешевле сколько у нас два килограмма третий сочетка 3 5 9 потратили мы и лимон купили а лимон нашу купили лимон сейчас кашу сколько 59 центов так и маленький на кстати мы подают сразу чек не спрашивает такие чек нельзя знать что купили потратили 18 ничего не купили практическим мясо не купили молочку тоже не купили картошку яйца чай ему а и вот просто просто не газировку это стасик пьет я люблю газированную воду а лучше сумок вот тут в 18 35 потратили так что подписывайтесь на канал и ставьте нам лайки всем хороших выходных это видео выйдет в воскресенье всем приветик всем приятного аппетита кто обедает кто завтракает кто ужинает так у нас на ужин гречневая каша на сливочном масле помидорка и два яичка жареное такой легкий ужин гречка украинская вкусная чайок заварила с лимончиком гречка вкусная это мало соли она была под соли сильнее только что пришли с магазина ходили гуляли закупились все приперлись домой приперлись кушать помидор какой-то перескила ну хорошая кстати в комментариях пишут что у нас мясо мы не вегатерианцы мы сейчас такие цены что мясо особо часто не купишь и стараемся экономить гречка конечно украинская вкуснятина не правда сегодня погуляли ездили в марцан это окраина берлина там такой лесок дачный кооператив природа красивая там чуть-чуть вам засняли видео посмотрите погуляли и нагуляли себе аппетит нагуляли шукали для одной подписчицы жаб 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 жабов нигде нету ну с печером не знаю а то коров в центре ну не в центре на окраине берлина нашли коровы послезли прямо на улице в марцане кстати лифтенберг марцан это бывшая гдр тут много русскоязычных ну район хороший сошли в супермаркет скупились немного завтра воскресенье ничего не работает нормально сегодня жира 35 градусов или 34 что-то такое это ужас дома дожать нечем дольше у нас после обеда все солнце в квартире кстати вот этот чай еще купили распаковывали вам сейчас буду дегустировать и скажу стоит его покупать или нет ну чай такой слабоватый как она так здоровая так я наношу устая крошечка моя любимая хотели купить кефир не было на этот кефир сейчас такой широкий перчик крошку хочется приготовить на кефире в пернине кстати проблема с селенью вот селень вот такой маленький пучочек укропа и такой вялый уже запечатанный одно евро стоит но там пару штук пару веточек в турецкого магазина рядом нету кстати если будем проходить в турецкий магазин кубим укроп ну чай такой с лимоном нормальный хотя я больше кофе помидоры переспелые на выходные дни у нас все продукты есть картошкой садарились вода есть все есть гречки у нас с ванной он кстати ароматный но на пост не очень издевые пакетики ну какие края чай а может в распаковке показывали в распаковке вам показывали 70 грамм ну не знаю мне кстати всегда гринпейт не нравится гринпейт каркаде каркаде? не, не люблю кстати вот так напоминает каркаде а ты любишь каркаде? я все люблю я люблю простой черный чай он такой не делый со столом так себя не ведут жарко в квартире уже мозги плавят совершенно я не понимаю как немцы всю жизнь без кондиционера живут для меня это тихость в ориентованной квартире без кондиционера но я лично такое не понимаю я считаю что иметь собственную квартиру это не роскошь это необходимость там можно машину не иметь что-то не иметь но квартира это тоже необходимое а шеи пареньки но у меня в голове это не укладывается просто не понимаю как можно всю жизнь прошить в ориентованной квартире ничего не иметь я за то время что живу в ориенте в Берлине у меня стресс от этого от того что эти стены не мои у меня просто стресс я к такому не привыкшая а тут все в аренде все ну не все богатые тут имеют свою неубешенность я же не за богатые говорю если бы я была бы канцлером Германии я бы каждому гражданину Германии выдала бы по квартире причем бесплатно но тем кто работает выделила бы бюджет на это деньги там же не знаю вареньки шесть мне бы лично жалко было бы даже тысячу евро отдать за ориентованную квартиру эти деньги шатай выкинул в воздух на тысячу евро можно сколько еды скупить и вещей хорошей хороший чай? ну такой сахар лазина? ну конечно покажи мы людям кружечку так они видели кружечку ну что ты себе не пилаешь ой сколько сахара положила я сладкий чай люблю я например в Украине работала я знала что я со коммуналку соплатила так я со собственную квартиру соплатила я воду не экономила свет ну дорогим он не был для меня у меня кондиционер летом был стиральная машинка всегда я стиралась ну я отношила стиралась пару раз в неделю в основном вода у меня кстати без счетчика в Украине была у меня норма была три куба оплатила по тарифу и все и поизвала сколько хочу у меня был стимул в Украине работать и развиваться если бы конечно войны не было то намного лучше было а в Германии стимула вообще нет никакого ты работаешь и на старости лет проживаешь или в арендованной квартире платишь хозяину кормишь хозяина или в том престарелых идешь да все младшие не тут шли неужели это так так что не знаю хотелось бы чтоб скорее война закончилась чтоб нормальную страну поехать потому что для меня тут да не спорю природа в Германии красивая есть красивые места в Берлине куда можно пойти но менталитет все таки у нас раз так что есть люди кого устраивает аренда я ничего за это не могу сказать меня это не устраивает так что кто в комментариях там писал работаю ли я в Германии собираюсь работать скажу так я в Германии работать не собираюсь потому что зарплату во первых я вернусь в Украину мне пенсию Германия не заплатит а буду я вот это свой своих снос отдавать в Германии я не буду на счет того что тут я будущего своего не вижу потому что если бы мне зарплату хорошую предоставили я бы подумала а на пару тысяч евро не имея своей собственной квартиры тут или дома тут я считаю это работаешь на арендодателя мы ждем пока война закончится скорее бы она закончилась если завтра она закончится завтра мы и уедем в том же будущего лично для нашей семьи тут никакого нет так что всем хороших выходных подписывайтесь на канал и ставьте лайки всем пока-пока